Канобу.ру представляет Divinity Original Sin — это изометрическая ролевая игра, главные роли в которой распределены между двумя героями — мужчиной и девушкой. В любой момент к вам может подключиться ещё один игрок и взять на себя управление вторым персонажем. Вокруг этих людей и развивается вся история. Они оказываются единственными уцелевшими после некой крупной битвы, и в связи с этим у обоих есть определённые задачи и цели. Можно будет играть вчетвером, но в таком случае два других игрока будут выполнять сильно второстепенные роли. Условно говоря, они будут наёмниками, потому что весь сценарий написан в первую очередь для игры вдвоём. Мы долгое время присматривались к настольным RPG и почерпнули из них кое-какие идеи. Например, в настолках решения никогда не принимаются кем-то одним. Попав в непростую ситуацию, игроки начинают советоваться друг с другом. В этом-то как раз и есть вся соль. В компьютерных ролевых играх, если речь идёт о многопользовательском режиме, все решения зависят от лидера, и нас такой расклад не устраивает. В Original Sin в диалогах будут участвовать оба персонажа. Если второй игрок находится в поле видимости, он тоже подключается к беседе и вносит свой вклад в развитие сюжета. Возможно, пользователи не придут к согласию во время разговора, и возникнет конфликт. В этом случае мы как бы возвращаемся к корням классических RPG, кидаем виртуальные кубики и получаем результат с учётом показателя харизмы того или иного героя. Личности наших героев — отдельная тема. У каждого своя история и цель. Девушку кто-то оживил, и она не знает, кто именно и зачем. Она видит мир глазами ребёнка, вокруг много нового и неизвестного, и ей всё интересно. Только не подумайте, что она круглая дура, с мозгами у неё всё в порядке. Просто она воспринимает окружающий мир как свою песочницу, полную игрушек, открытую для исследования и изучения. У мужчины проблемы совсем другого характера. Он весьма мрачный персонаж. Единственное, что он помнит — это пытки, которыми его подвергали в течение нескольких лет. И ему очень интересно понять, в чём же он так провинился и перед кем. Казалось бы, персонажи абсолютно разные, но после битвы, которую я уже упомянул, они решают объединить усилия и распутать паутину событий прошлого вместе. Загвоздка ещё и в том, что оба героя могут противостоять магии хаоса, которой пользуются орки. Эти твари могут за секунду превратить маленького зайчика в огромное зелёное нечто с длинными клыками. В какой-то момент героям обращаются за помощью в устранении опасности со стороны орков. С этого и начинается игра. Если честно, я и сам не знаю всех подробностей сюжета, но мы до сих пор пишем сценарий. Но самое главное я могу рассказать вам уже сейчас. Original Sin — это приквел. Действие игры развернётся за несколько столетий до событий оригинальной «Дивайн Дивинити». К этому моменту уже был сформирован совет, но, к примеру, вам предстоит узнать, как зарождался культ Чёрного кольца, встретиться с давно знакомыми персонажами и увидеть их в самом расцвете сил. Будут и драконы, и орки, и все остальные. Вы узнаете о природе многих вещей. Например, как возник Орден Пламенных Рыцарей и так далее. Основной момент в том, что всю эту информацию вы получите из первых рук, и история Ривеллона сложится у вас на глазах. Как и в любой другой игре во вселенной «Дивинити», мир Original Sin исключительно интерактивен. Вы можете взаимодействовать буквально с любыми объектами, если они, скажем так, не прибиты гвоздями к полу. Казалось бы, зачем и кому это надо? Ответ прост — в нашей игре вы сможете комбинировать всякие объекты для получения разных интересных вещей. Этим можно было заниматься и в «Дивайн Дивинити», но тогда особой популярности среди игроков такая возможность не снискала. Мы учли все ошибки и решили внедрить эту функцию в Original Sin. Например, если объединить в инвентаре мухомор с мечом, лезвие станет отравленным. Если проделать то же самое с яблоком и лечебным снадобьем, то зелье будет работать как противоядие. Тесто плюс вода дают муку. Найдя печь, вы сможете испечь свой фирменный хлебушек, который тоже будет обладать лечебными свойствами. Это все из простых примеров. Подобных комбинаций будет целая куча, и игра по ходу пьесы будет подбрасывать пользователям всякие интересные рецепты. Что касается развития непосредственно персонажей, то у нас будет шесть веток умений, четыре из которых будут посвящены исключительно магии. Огонь, земля, ветер и вода. Заклинания тоже можно будет комбинировать. Скажем, одно из них может вызвать самый настоящий ливень, и на земле появятся лужи. Ну а если ударить молнией прямо в лужу, в которой в данный момент кто-то стоит, ну, сами понимаете. Воду можно и заморозить. Здорово остудив тех, кто находится в поле досягаемости заклинания. Разумеется, враги на льду, как коровы, скользят и падают. Это всего лишь мелкие приметы того, что будет реализовано в Original Sin. Строго говоря, мир игры подчиняется логике нашего с вами мира. Если что-то горит, оно потухнет под дождем. Самое главное, что враги тоже не дураки. Они тоже будут комбинировать заклинания в самых безумных вариациях, поэтому задачей игрока станет грамотное тактическое планирование. Выход игры намечен на второй квартал 2013 года. Субтитры создавал DimaTorzok